Михаил Задорнов Михаил Николаевич Задорнов родился в 1948 году. Окончил Московский авиационный институт. Параллельно с учебой руководил студенческим астрадным театром «Россия». Театр много гастролировал по стране, стал лауреатом ЦК ВЛКСМ. Задорнов писал много юмористических рассказов, причем его мастерство заметно крепло. Постепенно он все чаще и чаще стал выступать с исполнением собственных произведений. Врожденные артистичность и остроумие позволили ему стать одним из самых популярных эстрадных авторов страны. Первое выступление Задорнова на политическо-сатирической арене состоялось в школьные годы, когда он и два его товарища по драмкружку сыграли ходоков к Ленину. Они трое должны были войти в приемную Ильича. Секретарша должна была объяснить, что Ленин сейчас занят. Они же должны были без конца повторять «Землицы бы нам! Землицы бы нам!» Таков был текст, написанный учительницей истории. Представление о том, как выглядели крестьяне вообще и ходоки в частности, у этих рижских ребят было весьма слабое. Они просто постарались изуродовать себя, как могли. Один подвернул штанину, другой надел вывернутую наизнанку шапку, третий расшнуровал ботинки. И в таком виде они вышли на школьную сцену. Секретарша спросила, «Чего вам, мужички?» «Землицы бы нам!» — загалдели ребята в ответ и вдруг неожиданно посмотрели друг на друга. Они увидели себя как бы со стороны. В изувеченной школьной форме, в шапках, в пиджаках, застегнутых не на те пуговицы. Их охватил неудержимый хохот. Зал начал смеяться вместе с ними. Тогда они просто ушли со сцены. Прибежавшая за кулисы учительница истории заявила им, что издеваться так 22 апреля над именем вождя — типичная идеологическая диверсия. Задорнов был художественным руководителем студенческого театра Московского авиационного института. Самодеятельные артисты много ездили по стране. Самый большой успех их коллектив снискал в Туркмении, когда студенты выступали в поле перед хлопкоробами. Зрители сидели на мешках с убранным хлопком. Они плохо понимали по-русски и практически не смеялись. Вдруг где-то на сороковой минуте представления разразился гомерический хохот. Оказалось, вдалеке один из студентов, не участвующий в концерте, пытался сесть верхом на ишака, а тот все время сбрасывал всадника, чем и развеселил зрителей. Учтя этот опыт, студенты во время выступлений в поле просили пригнать им осла, чтобы был под рукой. На всякий случай. Как-то Задорнов выступал на летней концертной площадке в Херсоне. Буквально накануне концерта скамейки были выкрашены и не успели высохнуть. Какой-то зритель подошел к Михаилу, чтобы вручить цветы, и все увидели у него на спине зеленые полоски. В зале раздался смех. — Вы чего смеетесь? — сказал Задорнов. — Вы на себя посмотрите. Оказалось, многие испачкались. Концерт прервался, начался большой скандал, а одна пострадавшая зрительница укоризненно сказала Михаилу. — Ну и шутки у вас, товарищ юморист. Однажды Задорнов и Леонид Якубович выпивали и вспоминали студенческие годы. Вспомнили, как любили кататься на лыжах. После Н-ной рюмки Михаил предложил. — Слушай, давай устроим лыжные соревнования. — Так ведь сейчас лето. А мы поедем по лестнице. Дальше события развивались следующим образом. На одном из этажей открылись двери лифта. Оттуда вышла женщина. В это время по лестнице съехал лыжник Якубович и налетел на нее. Женщина упала и подвернула ногу. Съехавшись следом за Дорнов, вызвал скорую помощь. На следующий день Михаил позвонил в институт Склифосовского, чтобы узнать про здоровье женщины. И в ответ услышал. — Мы отправили ее в психбольницу. — Почему? У нее же вывих ноги. Но она к тому же и бредила. Мы спросили, что произошло, а она сказала, что, когда выходила из лифта, на нее на лыжах съехал Якубович. А появившийся за ним Задорнов вызвал скорую. Продолжение следует...